Отпуск в санаторий обернулся криминальной передрягой для героя нашего следующего сюжета. Причем героя в самом положительном смысле. Полицейский из Дагестана спас жительницу Железноводска от преступника. Теперь майор Асланбеков представлен к ведомственной награде. Ну а все подробности и истории в сюжете Карины Баталовой. Долгожданный отпуск в Железноводске майору полиции Хадису Асланбекову запомнится еще надолго. В один из ноябрьских вечеров Хадис по обыкновению прогуливался по городскому парку. Когда услышал со стороны леса пронзительный женский крик, просящий о помощи. Пробежавшись метров 50, остановился. Там уже начало лесопарка было. И было темно, естественно. Ничего не видно было и ничего не понятно. И в тот момент уже, можно сказать, на последнем вздохе слышу голос «помогите». Ну, естественно, повинулся налево. И вижу под деревья темное место какое-то движение идет. В тени Хадис увидел крупного мужчину, который душил свою жертву. Женщина почти обессилево сдавала хриплые звуки. Увидев Асланбекова, насильник закричал, что это его жена и ему лучше уйти. Попросил встать. Естественно, он не встал. Когда я его начал поднимать, он набросился кулаками, ногами. Начал сопротивляться, оказывать физическое сопротивление. Хадис не растерялся и дал отпор. Тогда преступник начал делать вид, что достает оружие. Но сотрудника полиции не так легко было провести. Сбив мужчину с ног, майор заблокировал его и завязал руки его же поясным ремнем. Связанного насильника Асланбеков передал прибывшему на место наряду полиции. В угоду следственным отделом города Железноводска возбуждено уголовное дело в отношении находящегося в федеральном розыске неоднократно судимого уроженца и жителя города Кемерово. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения. В отношении данного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Очевидцем мужественного поступка Хадиса стала и Асият. Она рассказала, что крики о помощи слышали многие. Но только Асланбеков поспешил на помощь. Там еще прохожие люди тоже бывали, поднимались на гору, но никто не пришел на помощь, кроме Хадиса. Такие поступки, такие героические поступки не должны оставаться без внимания, должны знать окружающие, также должны его достойно поблагодарить. Из-за этого все мы там, отдыхающие в санатории, собрали подписи и отправили письмо к президенту. Позже следствием было установлено, что у преступника был также сообщник, который скрылся с места происшествия. В настоящее время дело направлено в городской суд Железноводска, а майора полиции Хадиса Асланбекова ждет заслуженная награда.